Привет, дорогие друзья, меня зовут Инди, я очень рада приветствовать вас. Скажите, пожалуйста, как у вас вообще настроение? Вы готовы сейчас прокачать свои инстаграмы или бренды своих компаний и получать новые-новые заявки, дешево-сердитые, или стать просто крутыми пацанами и девчонками через инстаграм? Готовы? Спасибо большое за тех людей, которые реально хлопают, хотя уже, наверное, устали. Сейчас мне включат презентацию, буквально мгновение. Ну что, друзья, пока моя презентация едет, я с вами хочу обсудить такой момент. Поднимите руку, у кого есть телефон, мобила, ребята. Ладно, вот руки такие жидкие, мобилу у вас отжали по пути, ладно. У кого есть инстаграм? Потрясающе. То есть самое тут забавное, что инстаграм есть у тех людей, у которых нет телефона. Ну хорошо. Кто понимает, зачем он нужен? Ну в целом тоже неплохо. Чаще всего считают, что инстаграмы вообще это какая-то такая штука, где можно получать заявки, если у вас, например, средний чек там 3-5 тысяч рублей. Или инстаграм нужен для людей, которые хотят тешить свое эго-либидо. Ну такое тоже есть мнение. Кто считал, что бренд свой качают люди, которые хотят просто эго-либидо потешить? Слушайте, ну отлично хоть что есть руки, в принципе. Я, честно вам признаюсь, тоже раньше так считала, что инстаграм это про это. Но сейчас у меня обучается большое количество серьезных компаний в России. В частности, мы обучали ребят из команды Трансформатора, деловая среда Сбербанк и Fight Nights, если кто знает, что это такое. В общем, большое количество крупных передовых проектов в России обучается данной тематике. И это неспроста, потому что самые дешевые заявки, самые низкие чеки и так далее. Поэтому обязательно нужно там присутствовать. Сегодня я поделюсь с вами такой темой про медийность. Что такое медийность, какие люди и, соответственно, как нам быстро получить популярность, возможно, как ее монетизировать, какие инструменты использовать. Я постараюсь максимально емко, конкретно вам об этом рассказать. Отлично. Дайте мне кликер. Спасибо, братва. Так, это вперед, это назад. Да, вот. Как медийность превратить в ресурс. Вы должны понимать, неважно, вы личный бренд, да, либо вы качаете бренд компании. Когда вы популярны, то с вами все хотят сотрудничать. Вас хотят инвестировать деньги. Вот когда мы, в частности, вернулись, мы какое-то время были в Силиконовой долине. И, конечно, как все люди человечества, которые хотят создать какой-то действительно годный продукт, который будет полезен человечеству, мы, так скажем, в поисках этого продукта были в Силиконовой долине. И там, когда мы встречались с различными инвесторами и так далее, с учетом того, что у нас, так скажем, в нашей команде небольшой был человек, у которого гораздо больше подписчиков, чем у меня. Тем не менее, когда мы приходили, все говорили, господи, что за вы неадекватные русские, почему у вас так много подписчиков? Ну, во-первых, у них немного другие методы работают, о которых они, к сожалению, не знают, что работают у нас. Во-вторых, они как-то пока еще не так озадачены тем, чтобы прокачивать свои инстаграмы в рамках бизнеса. Там есть вайнеры смешные. Ребята, кто-нибудь подписан на американские паблики, зарубежные какие-нибудь, кроме русских, что-нибудь смотрите? Вот, отлично. Там тоже огромное количество блогеров-миллионников. Соответственно, они в большей части про либо бренд компании, например, компания L'Oreal, L'Occitane и так далее, либо это просто вайнер какой-то смешной. Но при этом сейчас это пространство активно завоевывается. Окей. Это немного обо мне. Я основатель компании Genius Code. Это, естественно, не первый мой бизнес. Есть еще другие. Это более такие продуктового характера. Также являюсь вице-президентом женского клуба «Трансформатор». Школа блогеров. Это детский проект совместный с правительством Москвы, где мы и детей от 11 до 17 лет обучаем этому ремеслу. Вот, если у вас есть дети, братья, сестры с 11 до 17 лет, можете мне написать в Инстаграм, мы их пристроим. Ну вот. И, соответственно, скоро уже выйдут мои книги, прям уже со дня на день, которые вы тоже сможете прочитать. Я очень много занимаюсь обучением. Если кто-то меня, возможно, там, скорее всего, тут есть люди, которые меня не знают, и скажут, что за девчонка такая молодая, и почему она тут выступает. Я очень много обучаюсь. И в частности российские мероприятия, которые я могу посетить, посещаю, и очень много за границей, начиная от Traffic Conversion Summit и там Final Hacking. Это последние мои курсы, которые я проходила в Штатах. Вот. Поэтому тут все люди, у которых я когда-либо училась, занимаюсь я информационным серфингом, работаю с социальными медиа, строим туннели продаж через месседжеры, настраиваем, делаем чат-ботов. Вот. Соответственно, и обучение. Один из наших блоков — это обучение для бизнеса собственника, для его команды. Вот. Ну, соответственно, окей. И просто для себя. Кто такие медийные люди вообще? У вас есть какие-то, так скажем, предположения, кто это может быть? Чаще всего отвечают люди так. Это ребята, которых все узнают. Совершенно верно, да, что люди, которые могут как-то привлекать инвестиции, которых все знают и так далее. Звезды, актеры, певцы, танцоры. Но мы с вами живем в столь уникальное, прекрасное время, когда вам не нужен никакой продюсер. Вам не нужны сумасшедшие бюджеты. Вам не нужно, чтобы вас кто-то продюсировал, продвигал, пихал, толкал и что-то с вами еще делал. Вы можете все сделать это самостоятельно. Как измеряется медийность? Да, это определенный уровень дохода, определенный уровень упоминаемости, цитируемости и каких-то вещей, которых мы можем не осязать с разбега. То есть вещи, которые измеряются показательными количествами. Сейчас мы с вами очень быстро пробежимся по тому, как измеряется медийность. Эти слайды в рамках того, чтобы вы, так скажем, это, возможно, когда-то применили и так далее, и так далее, вы просто будете фотографировать и, соответственно, забывать. Если вы вдруг хотите к ним вернуться, потом просто посмотрите. Особое внимание я уделю инструментам, и в конце презентации будет несколько слайдов конкретно про те софты и сервисы, которыми мы пользуемся у себя. Поэтому ваша задача – наточить руки топоры, взять свои мобилы, которые у вас есть или нет, и просто фотографировать, потому что чаще всего люди уходят и забывают. Поэтому сейчас мы с вами быстренько пройдемся, зафиксируемся на Инстаграме, как лучше достичь результатов. И, надеюсь, скоро вы станете крутыми пацанами и девчонками прокачанными. Окей, как измерить медийность? Ну, самый такой, это уже такой советский, древнеримский способ измерения медийности – это пресс-рейтинг. Вот как он подсчитывается. Просто все электронные библиотеки, все СМИ, и, соответственно, вы смотрите, в каком рейтинге. Быстро фотографируем. Я буду листать это быстро, потому что это не самое важное. Следующий – индекс цитируемости. Соответственно, общее количество официальных сообщений компании делится на общее количество перепечаток этих сообщений. Вот, тоже быстренько сфотографировали. Это у нас не самое важное. Далее – посещаемость сайта. Ну, это основная единица. Думаю, я вам тут Америку не открыла. Вы уже давно все это измеряете, все метрики снимаете. It's ok. Соответственно, здесь у нас только по стоимости, да, PR стоимость. Вы должны, важным элементом подсчета являются данные по средней скидке на размещение от официальной стоимости. Далее – стоимость контакта. Тут тоже кто вообще, если интернет-маркетинг как-то внедрял, что-то делал, тоже, думаю, вы все в курсе. Отношение общего количества затрат на PR к совокупной потенциальной аудитории всех инициируемых контактов. Далее – шестой метод – это проектные показатели. Тут, соответственно, колл-центр, сайт, счетчики, все возможные вообще инструменты, которые у вас используются дополнительно для подсчета. Далее – медиа-индекс. Ну, это самое основное. Вообще все, что касается… Если у вас есть PR какая-то деятельность, да, например, вы занимаетесь ей активно, то в основном считают именно по этому показателю. И восьмое – это вот тоже один из самых древнеризмских способов, значит, на основе данных статистики мониторинговых агентств. Это считается посредством компаний, если вы привлекаете дополнительно. Поэтому этот метод, если не сами считаете, то только с агентствами. Окей. Доля прямой речи. Это если у вас есть, например, личные бренды в компании, амбассадоры, да, посредством которых вы читаете этот индекс. Все. Окей. Быстренько пробежались. Теперь поехали дальше. Инстаграм. Да, почему мы сегодня говорим про Инстаграм? Потому что это новые медиа. Сейчас школьник, условно говоря, блогер, 18 лет от роду из города, например, Новосибирска, зарабатывает миллионы рублей, потому что у него покупают рекламы крупные компании, бренды и так далее. То есть это абсолютно честная площадка и честное пространство, где каждый может быть тем, кем он хочет. Поэтому, что может вам дать Инстаграм в принципе, да, начинаем монетизация продажи в аккаунте. Неважно, кто вы сейчас, чем вы занимаетесь. Если вдруг вы захотите зарабатывать деньги, да, пожалуйста, прокачали свой аккаунт и продаете там рекламу. Делитесь лояльностью, да, условно говоря. Ну и следующая, самая основная история, если вы хотите качать посредством своего бренда, бренд компании, например, да, то ваша задача прокачать вас, ваш нейминг, вашу личность. Так, братва, вы что приуныли так немного? Сейчас давайте плечиками встряхнем. Тема реально годная, поэтому сейчас фокусируемся максимально. Лояльность, высокая скорость распространения информации. Например, когда выкладывают какие-то… Тимоти буквально недавно выложил клип, у него 5 миллионов, 5500 просмотров за сутки. Да, это абсолютно виральный контент. То есть мы об этом еще поговорим, конечно, подробно, как создавать такой контент, который люди захотят шерить, да, то есть репостить себе, распространять. Но вы не платите абсолютно ничего за распространение этой информации. Личный бренд, то есть вы можете качать свое имя, продажи и партнерский маркетинг. Потоки ведущие. Но основные потоки, это, конечно, у нас есть офлайн и онлайн. Что это значит? Это публикации в СМИ, это различные там профессиональные события. Например, да, вот я бренд Инди Гагохи. Для меня данное событие является профессиональным событием, где я могу выступить, поделиться своим контентом, например, и получить определенную долю лояльности. Далее, есть просто социальные сети. Я могу скупать, таргетировать рекламу у блогеров, покупать микроблогеров, да, соответственно, могу делать интеграции. Окей, публикации в сети. Какие преимущества? Тут мы тоже быстро пробежимся. Я думаю, что все вы в теме. Самый дешевый трафик. Из всех социальных сетей дешевле трафика просто не существует. Поэтому если вы вдруг еще никогда не настраивали таргетинг, искренне вам это рекомендую, потому что стоимость заявки самая-самая дешевая. Органический прирост. Большое количество людей, в принципе, ежедневно заходят и регистрируются, появляются и так далее. Sorry. Высокая скорость распытаения информации, огромное количество лидеров мнений, рекламный бюджет по любому карману. Что это значит? Если вдруг у вас есть 500 рублей на ваш рекламный бюджет, значит, вы можете пойти купить рекламу у мамы-блогера, у которой высокая степень лояльности, очень прожаренная аудитория, которая готова купить все, что она порекомендует. Если у вас есть 100 тысяч рублей, вы можете купить рекламу у селебрити. То есть у вас реально есть возможность что-то выбирать. Если в Яндекс.Директ вы пришли, и там действует правило рынка, то тут как бы вы можете выбрать что-то для себя новое. Окей. Охват. Ежемесячная аудитория в Инстаграм 23 миллиона. Это как бы не совсем официальные показатели, это немного выжатая история. Почему? Потому что у нас в России очень любят регистрировать посредством сервисов огромное количество ботов. То есть не все зарегистрированные на территории России профайлы являются активными, актуальными. Далее. По трафику России занимает второе место в мире после США. Доля женщин 77. А что это значит? Самая крутая вообще аудитория – это женщины. Ребята, я вас обидеть никак не хочу, но только женщина способна к спонтанным эмоциональным покупкам. Вот есть ли такие парни, мужчины в зале, которые там психанули и нашопились в, не знаю, в Валбересе, просто там, не знаю, настроение было плохое, пошел, накупил себе пару ретуз, просто чтобы настроение поднять. Думаю, таких мужчин, если и есть, то это прямо пальцы одной руки хватит. А женщин, девочки, поднимите руки, кто когда-нибудь шопился на сайте эмоционально, то есть вот просто увидел красивую фотографию девушки в классном платье, все равно, что я другого размера, и на мне оно будет сидеть по-другому, я его куплю. Есть ли такие женщины? Потрясающе. Спасибо вам за честность, девчонки, я тоже с вами. Женщины – существа более эмоциональные, да, почему мы вот психуем там и так далее, и так далее, там очень быстро вывести легко из себя, но это нужно использовать как раз-таки в бизнесе как дополнительное преимущество, потому что до женщин легче дотянуться. И 77% аудитории – это значит, что девчонки точно потратят свой кэш, если вы правильно это оформите. Аудитория 2534 тоже – это очень хорошая аудитория, платежеспособная. Окей. Инстаграм против телевидения. Что это значит? Инстаграм позволяет формировать информационное поле вокруг себя. С точки зрения стоимости, да, я не знаю, знаете ли вы, сколько стоит эфирное время на каждом из каналов, но я вам точно скажу, что это будет в десятки, где-то и в сотни раз дешевле, чем реклама у какого-то блогера, например. Какая-то прямая интеграция и количество медиа контактов, которых вы получите, превышает в десятки раз. Поэтому в принципе абсолютно не важно, что написано на этом слайде. Я думаю, что вы объективно понимаете, что телевидение больше стало, больше имиджевой историей. То есть если тебя показывают по телевизору, значит ты классный парень и, скорее всего, достиг каких-то результатов, ну и как минимум у тебя есть кэш заплатить за это эфирное время. В инстаграме правила другие, площадка более честная, более объективная стоимость и так далее. Но есть и, конечно, свои минусы, о которых мы поговорим дальше. Когда вы будете выбирать… Вот сейчас мы с вами поговорили, да, и тут все такие собрались. Окей, покупаю интеграции, начинаю лить трафик, вообще пойду завтра на фотосессии, сделаю себе пару годных снимков и начну бомбить. Когда вы будете выбирать, да, самые важные показатели – это engagement rate, то есть вовлеченность аудитории и охват. Вот эти показатели вас действительно должны волновать. Все остальное вас вообще не касается. Как это высчитывать? Вот, пожалуйста, формула, фотографируем ее. И прежде чем браться за какого-то парня, которого вы считаете годным и покупать у него рекламу, пробейте его по этой формуле. Пять точек вовлеченности. Какие точки вовлеченности вообще могут быть в Инстаграм? Регулярно публикуйте контент. Нет ничего хуже. Когда вы выкладываете, это знаете, как раз в год и палка стреляет. Вот когда у вас происходит вот под раз в год выдача контента, это очень плохо. Во-первых, вы уже давно, ваши подписчики уже давно умерли в вашей ленте. Это значит, что лента умная, ранжированная. Кто знает, что такое ранжированная лента? Слушайте, да у нас тут почти прокачанная аудитория, одни инстаграмологи. Ну, я повторюсь, аранжированная лента создана для того, чтобы выдавать вам наиболее актуальный контент. Что это значит? Например, я и моя мама подписаны друг на друга. В какой-то момент моя мама, ну, ей как бы абсолютно все равно, она не хочет стать, вставать, становиться популярной. Она выкладывает контент не в пиковые часы, когда много пользователей, а когда и хочется. И вот моя мама выложила в 10 часов фотографию, я ее не заметила. Потом она выложила в 5 утра, потому что она рано встает, я тоже не заметила. И так спустя, не знаю, пару месяцев моя мама исчезает у меня из ленты, при том, что я на нее подписана. Просто потому, что я не совершаю активных ключевых действий в ее сторону. Окей, дальше. Активно общаться с подписчиками. Ваша задача максимально вовлекать в разговор. Неважно, хороший он, плохой и так далее. Максимально постарайтесь быть открытыми и нативными. Использовать призывы к действию. Об этом я расскажу поподробнее, как это делать. Настройки таргетированной рекламы и покупать рекламу у лидеров мнений. Друзья, кто знает, что такое call to action? Кто знает, что такое call to action в инстаграме? Наши ряды поредели. Хорошо. Сейчас я вам расскажу, что такое call to action. Смотрите. Вот это вот мой инстаграм. Тут видео с олимпийского. И я рассказываю. Хотите пиара? Есть что рассказать? Ищите клиентов мужа или жену. Самых интересных подписчиков. Ваши комментарии выложу в story. То есть я задаю несколько вопросов намеренно. Не просто потому, что мне там поболтать хочется и скучно. Соответственно, видите, внизу 737 комментариев. Люди рассказывают о себе, делятся и так далее. Далее я объясняю условия. Второй раз повторяю точки фиксации. Я говорю, ребята, если вы вдруг не понимаете до сих пор, что нужно делать, пишите имя, город, чем занимаетесь, хобби и так далее. Моя задача предоставить вариативность действия для пользователя. Сейчас вы должны абстрагироваться и не думать, что тут такая история только для самопиара и так далее. То есть сейчас смотрите на инстаграм профессиональными глазами. Ваша задача поймать лида, чтобы лид совершил несколько ключевых действий, чтобы он, точнее вы, зафиксировались у него в ленте. Да, это звучит очень жестко, но, к сожалению, чтобы пользователь мог вас видеть, несмотря на то, что он на вас подписан, он должен совершать ключевые действия, потому что контента много, времени в сутках почему-то 24 часа до сих пор, мы обрабатываем терабайты информации и актуальность остается только за нами. Окей. Следующее смотрим. Я говорю, что, друзья, а где вы мечтали учиться? Кем мечтали стать в детстве? Сошлось ли это с реальностью? То есть я опять задаю вопрос. Нативная фотография. Тестирую намеренно маленький заголовок. То есть это вообще нету поста фактически его просто. Вот. Ну и, соответственно, люди там отвечают. Мы видим, что тут 64 комментария. Как-то так себе зашло. Было два показателя, почему так себе зашло. Потому что был не такой лайк тайм. Я выложила не во время актуальное для моих подписчиков, потому что я находилась на тот момент в Америке. И как-то мне было все равно. Я, как моя мама, решила выложить не в лайк тайм. И было очень мало комментариев. Дальше. Я говорю, друзья, давайте устроим с вами битву городов. Поддержи свой город. Посмотрим, кого здесь больше. Помогаем друг другу. Один коммент, где вы родились и где сейчас живете. Опять вариативность действия. Во-первых, управление коллективным сознательным. Точнее, бессознательным. То есть я говорю, поддержи свой город. Ну и вообще дружба против кого-то или дружба за кого-то, она всегда объединяет людей. Люди начинают знакомиться в комментариях, писать свой город, рассказывать, откуда они и так далее. Хотя пост, на самом деле, можно подумать, супер примитивный. Безусловно, это круто работает, когда у вас уже более-менее есть подписчики. Но, тем не менее, начинать надо, когда их даже мало. Дальше. Напишите свое имя, откуда будешь. Я пишу, меня зовут Инди, Москва. Соответственно, посты, чтобы вы понимали, они с определенным временным интервалом идут. Не то, что я постоянно веду анкетирование своих подписчиков. То есть вы должны чувствовать почву. Дальше люди пишут. Окей, дальше я говорю. Следующая очередная битва полов. Мужчины и женщины. Вы можете придумывать абсолютно разные. То есть у кого-то выше IQ, и, возможно, вы сможете придумать гораздо более интересные call to action. Но, как показывает моя практика, чем проще ты людям доносишь, тем люди более активно вовлекаются в процесс. А наша задача – собрать много ключевых действий. Окей, вот люди отвечают. Соответственно, что я делаю? Я обычно вешаю два… То есть у меня в самом начале примерно три маяка. Первый я говорю, например… Ну, тут я еще просто спрашиваю. Обычно, когда я пишу действительно годный пост и делюсь контентом, я говорю, ребята, ну, давайте по-братски поддержим друг друга. Девчонка старалась, писала пост. Но это такая, наверное, игра на жалость, может быть, подумайте вы. Если вам понравилось, поставьте лайк. Далее я говорю. Там какой-то, например, будет список полезных книг. Все люди любят книги. Но, может быть, моя аудитория, как говорится, подобная к подобному. Моя аудитория супер любит читать книги. Я говорю, вот, ребята, пять супер классных книг по маркетингу. Если вы их прочитаете, будете просто невероятно крутыми пацанами. Поэтому берем, ставим закладку. Кто знает, что такое закладка в Инстаграм? Закладка в Инстаграм – это, вот видите, вот этот вот флажочек под фотографией. Что, в чем магия вот этого флага? Когда человек поставил эту закладку, он поставил его, потому что я ему сказала, что если вы ее поставите, у вас же сейчас нет времени прочитать вот эти книги. А потом, когда она у вас освободится, вы его прочитаете, этот список. Если вдруг так произошло, задолбала я парня своим контентом, он уже устал, приуныл и отписался от меня, слава богу, но я, в свою очередь, его не оставлю в покое. Я буду ему мерещиться постоянно в рекомендованном. Кто знает, что такое рекомендованное? Если вдруг вы не знаете, можете спросить соседа, пусть ваш сосед вам покажет, где это находится. Это такая дополнительная вкладочка сбоку, где собирается контент, рекомендованный для вас по анализу того контента, на который вы подписаны. Соответственно, так как парень наследил в моем аккаунте, я его же вынудила наоставлять много ключевых действий. Он постоянно лайкал, потому что я их выпрашивала, постоянно писал, из какого он города и сколько ему лет, делал закладки и так далее. Тем самым получается, что даже если он от меня отписывается, я ему постоянно мелькаю в рекомендованном. И как показывает практика, как говорится, любовь случилась, мы вдруг разошлись, а потом он вдруг опять решает восстановить наши отношения в Инстаграме и заново подписаться на меня, потому что совершил грубую, глубокую ошибку. Вот, пошли дальше. Вот, это как раз-таки тот пост, про который я вам говорила. Тут 11 чит-кодов стори-тейлинга. Вот, я пишу, твои подписчики будут в восторге. Сохраняй в закладке и процветай. Что я делаю? Я говорю, друзья, я для вас благо делаю. Сохраняйте в закладке и процветайте. Соответственно, человек, когда видит, что другой человек о нем заботится и старается, он максимально нативно это воспринимает. Пишите, вот тут текст, там еще конец. В конце вам нужно оценить от 1 до 10 баллов текст. Ну, зашел вам, не зашел, поделитесь честно. Так, дальше. Тут опять очередные call to action, которые я, так скажем, книгу и рабочую тетрадь. А, тут я разыгрываю, что вам нужно сделать? Поставить лайк на видео, оставить любой комментарий и написать хочу лайк, хочу книгу. Вот, как я и говорила, мои просто подписчики, они супер такие интеллектуально развитые, образованные, поэтому им очень нравятся книги, они готовы рубиться за книги, потому что это реально достойный подарок, я тоже так считаю. Вот, соответственно, ваша задача сейчас либо все это фотографировать, либо зайти ко мне на страницу, у меня там что не пост, то call to action, и оттуда берете просто копипастом и вставляете себе этот текст, и вы мне можете абсолютно не верить. Я вообще призываю никому ничего не верить, словам, да, никаким, верить только действиям. Поэтому протестируйте, и если у вас не будет результата, тогда вы уже скажете, нет, это дело дрянь, абсолютная хурма, мне это неинтересно, и как бы это не работает. Поэтому чтобы был, так скажем, ответ с вашей стороны, надо это протестить. И вот, значит, я вас тут накачала, говорю, ребята, давайте раскачивать свой инстаграм, дело годное, станем знаменитыми тут все, и настал день, когда мы решили все изменить. Есть такая техника, мы ее изобрели достаточно давно, называется она «хлестать воблу по щекам». Вы видели воблу кто-нибудь? Живую, сушеную, поднимите руку, кто видел воблу. Окей, так вот, это тот момент, когда у тебя три подписчика, я, бабушка и мама, и я начинаю их выхлестывать, начинаю применять на них все call to action, которые я знаю. Сколько вам лет? Из какого вы города? А нравится ли вам мой цвет молос? Ну, мам, что ты ответила? Вот это называется, возможно, вы это видели. То есть я, так как я занимаюсь этим профессионально, я это вижу часто. Когда у человека там 10 подписчиков, и он их просто начинает там насиловать. Друзья, вовлекаемся, поддержите свой город. А все из Брянска? Странно, что все из Брянска, но ничего. В общем, самое важное, когда вы начнете использовать все эти call to action и приливать трафик. Участвуйте в гивеуэях, например. Кто знает, что такое гивеуэи? Отлично. Кто не знает? Это конкурсы, в которых скидывается много спонсоров, покупаются рекламы и разыгрывают айфоны. Возможно, вы это встречали на пространствах интернета. Окей. В Инстаграме есть 4 параллели развития. Всего 4. Не так много. То есть это основная лента, прямой эфир, сторис рекомендованные. И это истории абсолютно сами обособлены друг от друга, и контент к ним нужно создавать тоже разный. И теперь вы мне говорите, ну это все потрясающе, но только я не знаю, что писать. У меня жизнь насыщенная, интересная. Ну как бы фоткаться я не люблю, потому что я интроверт. Но в целом вроде и мог бы что выложить, но о чем писать не знаю. Ну тогда, ребята, вот это вот все, собственно, для вас. Фотографируйте, доставайте свои мобилы, у кого отжали, у кого нет, и фотографируйте. Потому что когда вы придете домой и вдруг решите все-таки завести свой Инстаграм и вести его профессионально, у вас будет контент, о чем писать. Вы знаете о компании, о себе, о DIY, да, то есть это как что-то сделать в домашних условиях, чит-коды, лайфхаки, юмор и так далее. Прямой эфир. Кто знает, что такое прямой эфир в Инстаграме? Потрясающе. Кто знает, что такое двойной прямой эфир в Инстаграме? Люди меньше, но тем не менее. Основная идея, да, то есть ваша задача, когда вы планируете прямой эфир, это самое крутое, что может вам вообще без денег помочь развиться. Ну нужно трафик чуть-чуть полить, но прямые эфиры – это просто потрясающая тема, которую вы должны обязательно использовать. Придумывайте основную идею, да, то есть у вас должна быть генеральная линия идей. Например, я говорю, друзья, заранее это анонсирую в своем посте или в сторис. Сегодня в 19.00 я проведу прямой эфир на тему трендов 2018 года в интернет-маркетинге. Бронируйте свое время и приходите. Вы уважаете свою аудиторию. Позволяете свою аудиторию зачекать время и сказать, пацаны, встретимся в 19.00, тема годная, поболтаем, расскажу там штуки. Ну как бы люди, нацеленные на саморазвитие, точно придут к вам в эфир. Далее общение со зрителями. Контент обязательно должен быть полезный. Сейчас уже не заходят темы, когда вы включаете эфир, просто потому что едете в такси, просто хочется поболтать, не с кем поболтать, мама не берет трубку, поэтому болтай с вами. Люди такое, ну знаете, это прожиг времени. Люди не любят терять времени. Окей, мы с Максимом Гральником недавно провели прямой эфир. Этот прямой эфир длился около 30 минут, но и можно сказать, что за это время мы собрали свой олимпийский. То есть по итогам эфира посмотрели 26 тысяч человек. В момент эфир не спускался ниже тысячи людей. Вот прям в факте ниже тысячи людей вообще не было. И, соответственно, после этого у него, естественно, выросли показатели, на нас подписались люди сразу же посредством прямого эфира, там как минимум на 5 тысяч человек дополнительных, не наших людей. После 200 человек, да, 200-300 человек, это рубеж, когда ваш эфир попадает в топ эфир, если вас смотрят. Там, конечно, есть свои последствия, потому что залетает просто ледяной трафик, который, ну, так как вы в топе, они начинают вас смотреть. Это не ваша лояльная братва, которая пишет вам каждый день, что вы прелестны и прекрасны, и что вы гениальный человек. Это люди, которые ледяные, увидели вас в рекомендованном. Но ничего, с ними тоже можно подружиться, перелить их и сделать лояльными слушателями. Stories. Кто знает, что такое stories? Потрясающе. Наверное, вы все стори-тейлеры, да, делаете stories. Самая важная тут регулярность. В день вы должны делать 5-7 stories, и будет вам счастье. И в течение месяца вы заметите уже результаты с этого. Опросы можете проводить и провоцировать сообщения в директ. Чтобы вы понимали, сообщения в директ – это одно из самых мощных, собственно, ключевых действий, которые совершает пользователь и фиксируется у вас. То есть он вас будет постоянно видеть, если он вам пишет в директ. Поэтому вы можете спрашивать друзья, из какого города там, что вы делаете, там, как у вас настроение, погода. Вообще все равно, что вы спрашиваете, но круто заходят реально интеллектуальные темы, типа фильмы, там, книги, что-то такое. И stories – это самый легкий путь туда попасть. Идея для stories. Если опять вы не знаете, какие делать stories. Опять быстренько фоткаем, и я очень быстро перелистываю этот слайд. Актуальные новости. Возможно, вы расскажете, что сегодня знаменитый боксер побил футболиста. Вопрос-ответ вам задали. Ну, окей. Анбоксинг – это распаковка, да? Девочки, знаете, что такое анбоксинг? Ну, например, вы купили новую сумочку Dior и такие, ну, видели, наверное, этих блогеров, они вот как-то, я не знаю, как-то шею снимают и распаковывают красиво. Это анбоксинг, если что. Окей, погнали дальше. Идеи для актуальных историй. Друзья, актуальные истории – это фиксированные истории, которые ниже вашего био. И чтобы вы сразу понимали, ваше био, ваша аватарка, описание и так далее – это ваш первый пост. Когда вы заливаете себе трафик на страницу, делаете интеграции и так далее, пусть у вас ваш первый пост, ваша био, да, фоточка, и ваше описание будет потрясающе оформлено, чтобы пользователи заходили и просто кайфовали от вас. Вот что вы можете использовать для актуальных историй. А если вы еще сделаете красивые картинки, это вы можете посмотреть, в частности, в моем инстаграме, как сделаны эти красивые картинки. Вот, пожалуйста, все сфотографировали и поехали. Так. Что, моя пресса закончилась? Случайно. О, рекомендованное, да, что это такое? Соответственно, рекомендованное – это то, что у вас появляется, так скажем, сбоку профиля вашего, то есть кто вдруг не знает, можете спросить у соседа, кто знает. Вот, соответственно, чтобы туда, в принципе, попасть, вам нужно просто за короткий период времени, когда вы выложили публикацию, чтобы у вас было много лайков сразу, чтобы у вас много было комментариев и так далее. И поэтому в нативной форме, если ваш пост очень классный, он априори попадает в рекомендованное для той целевой аудитории, которой вы могли бы быть полезны. Но есть и другой способ. Вы можете настроить таргетированную рекламу на каждый пост и, соответственно, дополнительно его пушить, тем самым он становится легким. Но есть аккаунты, которые в свое время нагрешили, налили себе ботов. Если среди вас есть такие или ваша аудитория просто отмерла, то, конечно, это когда у вас 140 тысяч подписчиков и 5 лайков, например, если вдруг тут есть такие, проще вам либо зачистить свой аккаунт, либо создать новый аккаунт, потому что с точки зрения ранжированной ленты ваши профили очень тяжелые, и вас будет всегда видеть малое количество людей, а вы создаете такой прекрасный контент. Что такое-то? Только вручную. Все программы анфоловинга. Один раз я это пыталась сделать с учетом того, что подписываются просто различные магазины и так далее. Я не знаю, на вас подписываются. Может, я просто такая интересная, на меня вот магазины подписываются. Я уже устала, там, не знаю, всякие там темы непонятные. Ну, я их не подтверждаю. Потом я открыла профиль, и это все просто на меня полетело. И я думаю, сейчас поставлю анфоловинг, программ огромное количество. Ну, так чтобы вы понимали, мою маму таки заблокировали. Потому что у нее там было 5 фоток, и она показалась подозрительной. У нее было 5 фоток, а подписалась она человек на 600. Ну, она такой человек любознательный сама по себе. Ну, вот ее и заблокировала эта программа. С тех пор я только либо вручную, либо нужно создать новый аккаунт. Так, методы привлечения трафика. Окей, бесплатные методы, быстренько фотографируем. И, соответственно, это хэштеги, геотеги. Когда вы где-то, например, вы здесь выступаете, что-то делаете максимально, мы понимаем, что здесь есть вот это количество людей. Отмечаем хэштеги, ставим геотег и так далее. То есть это дополнительный прилив трафика. И люди, когда смотрят по геотегам публикации какие-то, они могут, так скажем, запасть на вашу страницу. Поиск в Instagram. То есть у вас, что это значит? Чтобы в вашем био было написано, если вы вдруг предоставляете какие-то услуги, напишите, что вы предоставляете услуги по пиару и по маркетингу. Например, когда люди будут гуглить, то, соответственно, будут приходить на вас. Хороший контент создавать. Вот топ, да, как попадать в топ, собственно, я говорила, тире рекомендованное. Вирусный контент распространяется быстрее всего, дешевле всего. Но его, конечно, нужно еще придумать. Видео. Если говорить про тренды 2018 года, самый крутой контент – это видеоконтент. Вы можете, ну, то есть текстовым блогерам гораздо сложнее развиваться, чем видеоблогерам. Я думаю, это понятно, да, потому что зона входа в вашу публикацию – просто нажать на кружок с треугольником. А текст прочитать, как бы вы круто ни прочитали, мне все равно нужно потратить от одной минуты до двух минут времени в зависимости от скорости моего чтения. Я должна быть капец лояльной к вам, девчонкой, чтобы вот две минуты своей жизни потратить. А мы сейчас очень, на самом деле, сильно с вами к времени серьезно относимся. Мы поглощаем очень много контента и поэтому ленту листаем вот так. Закрытыми глазами почти. Так, платные методы. Таргетированная реклама. Реклама у блогеров и лидеров мнений. Реклама в пабликах, в бирже блогеров. Биржи блогеров – это всякие штуки типа GetBloggers и так далее, где вы достаточно дешево можете закупать рекламу. Они являются алия-посредниками. Ну, достаточно недорогая там. Если просто так, вы можете написать блогеру либо в директ, либо у них есть контакты. Просто пишите и просите рекламные публикации, интеграции, делайте и так далее. Есть такие истории, как участие в giveaway. Можно участвовать напрямую в giveaway со своего аккаунта. Можно делать, клонировать свой аккаунт. Создаете точь-в-точь такой же аккаунт, как у вас есть сейчас. Прям точь-в-точь. Вы также заливаете все фотографии туда, все публикации. Называете, да, там только, ну, точно так же вы не сможете назвать, поэтому вариативность для вас. И оттуда заливаете трафик. Трафик из giveaway заливаете на резервный аккаунт. И с этого аккаунта переливаете уже на свой. Например, в момент giveaway вам подписал 100 тысяч человек, но, как показывает практика, какой бы вы потрясающий человек не был, 50% минимум от вас отписывается. Из-за этого вы попадаете в такой некий shade of ban, то есть теневой бан, о котором многие говорят, он существует, не существует, но, тем не менее, показатели реально падают после участия. И лайки, комментарии и так далее. Этих людей можно реанимировать, но это уже другой разговор. Но чтобы заливать ваш профиль только чистый, да, так скажем, трафик, вы можете склонировать. Создали точно такой же. Он участвует в giveaway, этот аккаунт резервный. А с этого аккаунта вы с резервного постоянно выкладываете stories, пишите тексты и говорите, ребята, а вот это мой основной аккаунт. И вот эти 7 дней постоянно пушите, что основной аккаунт вот этот, переходите туда, подписывайтесь. И если аудитория реально проникается к вам, да, это может быть и 100 тысяч, только 5 тысяч людей на вас подпишется. Этот метод гораздо дороже. Зато вы не будете попадать в теневой бан, и люди, которые к вам подписались, они прям супер-супер заинтересованы в, заинтересованы в, так скажем, вас. И вы поэтому не попадете в черные списки. Все, что касается giveaway, да, то есть вот я даже когда стояла, ко мне подошли ребята и говорят, стоит ли участвовать, стоит или не стоит. Giveaway это очень спорная тема, да, вот опять же, потому что отписываются, вы можете попасть в теневой бан. Но оттуда вы реально можете выбраться. Другой момент касается организаторов Giveaway. То есть огромное количество людей заливает вам черный, просто бурый трафик, очень грязный, соответственно, чтобы выполнить перед вами обязательства. И у вас появляются боты, да, которые вы, в принципе, могли бы этих ботов и сами накрутить. Вот, поэтому выбрать нужно просто проверенных участников, организаторов Giveaway и спокойно участвуйте там. Потом уже, когда дойдете до определенного показателя, например, там до миллиона, можете уже заниматься такой постоянной реанимацией этих подписчиков. Там есть определенные методы, которых вы сможете, кстати, у меня в книге прочитать. Вот, если вдруг вам нужны будут проверенные организаторы Giveaway, вы сможете подойти вот к этой девочке, она вам даст контакты. Вот она. Настя, подними руку. Вот к ней можете, она даст вам проверенных организаторов. Все, окей, пошли дальше. Партнерский, да, то есть это упоминание за упоминание CFC. То есть вы просите своих подписчиков, ребята, расскажите-ка обо мне у себя, условно говоря, в сторис. Лучших я тоже выберу, я о них расскажу. Взаимный постинг. Вот мы с вами, допустим, решили обменяться публикациями. Я выложу вас, вы выложите меня. И станем мы все популярными пацанами. Ну или девчонками, да, в моем случае. Гостевой блогинг. Это когда я напишу статью какую-то умную и скажу, выложите по-братски у себя, у меня статья потрясающая, вы у себя выкладываете со ссылкой, что вот это написала Инди, да, то есть вот такая тема. Запланированный комплимент. Что это значит? Например, у меня сейчас выходит книга. И у меня, так скажем, есть такая блогер-братва, вот Алексей Манихин, например, я ему присылаю свою книгу и пишу. Дорогой мой друг Алексей, хочу тебе подарить мою книгу. Ты это, если что, не слышал. Эта книга, она очень классная. Трыры-пыры-тар-та-та. Вот. Ну и далее я говорю, ну вот нужно будет, либо я ему говорю, либо он сам догадается, он эту книгу выложит у себя где-нибудь в Инстаграме, в сторисах, так как у меня друзей много, да, то я могу запланированными комплиментами их завалить и получить трафик. Примерно так это работает. Если вдруг вы производите кофе, либо у вас есть книги, либо, я не знаю, что-то вы такое делаете, что можно подарить кому-то, это называется запланированный комплимент за размещение. Инструменты, которые вас усилят. А теперь достаем руки, топоры, достаем мобилы и очень быстро фотографируем, потому что я буду очень быстро листать. Это все те софты, которые мы используем в своей работе, различные сайты, агрегаторы и так далее, которые, контент, который я привезла из Америки, в частности, со всех последних конференций. Вот, поэтому приготовились, листать буду быстро. Инструменты для контент-маркетинга. Соответственно, контент-маркетинг – это очень крутой такой способ привлечения аудитории. Вот, все сфотографировали, да, правильно? Я делаю следующее. Среди инструменты, которые также вы можете использовать, это не всегда касается Инстаграма, да, возможно, Инстаграма это вообще не будет касаться. Окей, дальше листаю. Инструменты исследования ключевых слов. Возможно, вы какие-то знаете, возможно, какие-то не знаете. Вот, какие-то будут англоязычные, но вы можете включить переводчик. Инструменты получения трафика, да, в частности, что мы используем, там, мани-чат для создания чат-ботов. Так, все сфотографировали? Окей. SEO-инструменты. Поднятие позиции сайта в поисковых результатах. Визуал, да, создание качественного визуального контента. Вот, опять же, мы используем всякие такие вот эти штучки. Это самые одни из наших топ-чарт. Создание видеоконтента. Так что, если вы реально захотите бомбить контент, вот, пожалуйста, welcome. Инструменты аналитики. Аналитика действий. Окей. Оптимизация конверсии. Увеличение процента посетителей, конвертирующих в клиента. Так, отлично. Вот, опять же, если вдруг вы не все поняли из моей сегодняшней мини-мини лекции, и вам показалось, что я говорю очень сложными словами, и похоже, я почти что на инопланетянина, в милом обличии девушки, на самом деле не так, да, то вы можете оформить вот здесь предзаказ книги. Книга уже очень скоро выходит, поэтому 15 мая, ой, июня, то есть, вот. У меня в профиле в Инстаграме вы сможете зайти, и я не знаю, сколько она будет стоить, может быть, рублей 350, прокачать свой аккаунт вручную, там написано гораздо больше, чем я вам тут сказала, и понять побольше. А сейчас я предлагаю бонус. Если вдруг кто-то из вас, возможно, здесь есть такие люди, мы отберем самых лучших, троих, да, вот тут отмечено, трех людей, трех девушек, мужчин, женщин, я приглашу на ужин за свой счет, конечно же, и помогу вам разобрать ваш личный бренд, подготовить, собственно, к выходу в открытый космос на пространство Инстаграма. Я такое делаю крайне редко, потому что ужинать мне и так есть с кем, у меня достаточно друзей, вот, поэтому если вдруг вы считаете, что вам хотелось бы, чтобы я разобрала ваш профиль, помогла вам в развитии вашего личного бренда, то, соответственно, вам нужно сделать очень простые действия, написать честный отзыв по поводу моего сегодняшнего выступления под хэштегом вот таким, Инди Гагохи, такой хэштег, это меня так зовут, вот. И, соответственно, отметить мой аккаунт в своем посте. В ближайшие несколько дней мы проведем итоги и самых классных пацанов и девчонок я приглашу на ужин. Ну, наверное, а, это QR-код. С QR-кодами всегда беда, поэтому я не знаю, возможно, вы его не сможете просканировать, он просто так тут оказался. Так, все, друзья мои, благодарю вас за то, что вы вытерпели.